Уважаемые господа, дамы и господа, мне очень приятно участвовать в работе нашей геологической сессии. Казахстан играет уже центральную роль на рынке металлургической и народной продукции. Он находится очень близко к странам, которые находятся в поисках ресурсов. Казахстан постоянно показывается как основной игрок на мировом рынке и показывает экономический рост для улучшения жизни своих граждан и бизнеса. За последнее время рост ДжТП проявил значительный рост, но, тем не менее, можно сделать гораздо больше. В этом секторе можно сделать очень много для привлечения дополнительных инвестиций, привлекать международные инвестиции для того, чтобы обеспечить рост этого сектора. Мы все понимаем, что в 2014 году, в соответствии с Институтом Фрейсера в отношении инвестиционной привлекательности, Казахстан потерял три позиции и занимал 70 место, что показывает о том, что существует действительно большое пространство для улучшения работы в этой области. И мы проводили интервью с разными компаниями, которые активно работают в Казахстане и рассматривают возможность инвестироваться в Казахстане. Поэтому реформирование кодекса о недропользовании будет как раз областью для фокуса для правительства. И господин председатель уже упоминал о том, что будут вводиться международные стандарты. Кроме того, вы упоминали про проект горнородного кодекса, закон о горнородной деятельности. И в этом отношении ОСР видят, что здесь очень прозрачный процесс. И мы приглашены были для того, чтобы можно было предоставить свои комментарии по этому проекту документа. Но мы должны передать вам следующую мысль, что текущий проект этого документа демонстрирует амбиционные знания и знания тех законодательных тенденций, которые приняты на международном уровне. И включает многие концепции ОСР и стран ОСР в плане принципов честности, саморегулигации, результатов деятельности, открытость к информации, геологической информации, разрешение споров и так дальше. Все это, конечно же, приветствуется. И создание Астанинского финансового центра, где будут использоваться законы Великобритании, это, опять же, показывает движение вперёд. Конечно, есть области, над которыми нужно работать в том плане, что нужно пересмотреть, наверное, требования к местному содержанию во избежание того, чтобы мы потом не нашли в последующем какие-то проблемы. И поэтому мы видим, что всё же Казахстан продвигает позитивно в этом направлении. И что касается реализации этих планов, мы видим, что сам комплекс горнорудного отдела и металлургического отдела также показывает значительные изменения, где идёт рост почти в 2,5 десятых ежегодно. И самое важное, то, что более положительные перспективы ожидаются в отношении иностранных инвесторов. Они здесь уже находятся, и вы уже упоминали эти имена. Кроме того, эти инвесторы будут более интересованы, более, наверное, в бизнесе, чем в политике. Поэтому реализация таких законов в их отношении тоже очень важна. Кроме того, я хотел бы сказать, что ОСР находится здесь для того, чтобы оказывать поддержку Казахстану. Недавно генеральный секретарь ОСР и премьер-министр Масимов подписали очень амбициозный меморандум взаимопонимание, который говорит о взаимодействии, о внедрении инноваций, о том, что будут поддерживаться все меры по повышению конкурентоспособности страны. То есть мы, помимо этого, с помощью правительства Казахстана запустили проект по улучшению конкурентоспособности горнорудного сектора, по привлекательности этого сектора. И все темы, которые будут обсуждаться сегодня, они лишь от сердца нашего проекта. С точки зрения того, чтобы мы руководствовались законом, старались привлечь инвестиции, мы учитывали также потребности инвесторов и помогали Казахстану продвигаться в плане производства продукции с добавленной стоимости. Кроме того, роль частного сектора и его взаимодействие с государственным сектором также в сердце нашего проекта. И поэтому мне очень приятно находиться здесь на конференции, потому что эта конференция служит своего рода платформой, которая укрепляет взаимодействие государства и частного сектора. И я надеюсь, что мы в течение этой конференции найдем инструменты, которые будут действительно способствовать привлекательности этого сектора. И самое главное, то, что работая вместе над законами, над государственным управлением, корпоративным управлением, интегрируя сектор горнорудного и металлургического дела, мы будем инвестировать в решение этих тем и таким образом решая вопросы создания потенциала.